В Казахском национальном университете искусств проходит международный форум, посвященный 75-летию со дня рождения основоположника профессионального киноведения Казахстана Бауржана Ногербека. Форум открыла научно-практическая конференция по вопросам наследия выдающегося педагога. В ней приняли участие ведущие зарубежные и отечественные киноведы и кинематографисты. Я бы хотел отметить, что в 1984 году была издана монография «Когда оживают сказки», которая, к сожалению, является пока что единственной монографией, то есть научным трудом, посвященным истории и теории анимации. Бауржан Ногербек стоял у истоков профессиональной кинопедагогики в Казахстане. Он осуществил первый в истории отечественного кино набор и выпуск казахской группы критиков и теоретиков кино. Его труды, статьи, эссе были переведены на английский, немецкий, итальянский и корейский языки. Бауржан Ногербек работал в составе жюри многих международных и республиканских кинофестивалей, среди которых «Дидар», «Звезды Шакена», «Золотой Минбар» и «Сарарка Шотфильм Фестивал». В Алматы в Казахском национальном театре драмы имени Мухтара Уэзова состоялась премьера трагедии «Инли Кибек». В истории театра это четвертая постановка, что не умаляет ее знаковости, продолжают затрагиваться вечные темы, добро и зло, любовь, зависть, преданность. Тем не менее, свое место в спектакле нашли новые идеи, позволяющие иначе взглянуть на знаменитое творение. Обычно трактуется так, что есть положительные персонажи, есть отрицательные персонажи. Если вот, например, Би, Кенгирба или Испенбет, скажем, да, они, казалось бы, отрицательные. Вот они вот этих двух молодых взяли и его истребили, убили. А на самом деле это не так. Я, например, у нас вообще нет вот такого деления на отрицательные, положительные персонажи. Нет, каждый работает по ситуации, каждый работает по задаче. Ну, чтобы спасти, чтобы не было войны, чтобы спасти род. Они пожертвовали малым, оставляя целым самое главное. В работе над постановкой приняли участие мастера из разных уголков страны. Музыкальное сопровождение создал композитор Булатбек Нуркасымов из Астаны. Художником-постановщиком выступил Тимур Куесов из Атараусского областного академического казахского драматического театра имени Мохамбета. Кроме того, иным представлен образ Аксака Алла Абыза. На сцене он предстает шаманом, каким был описан в поэме Шакарима Кудабердиева «Несправедливое наказание», где изложена авторская трактовка трагедии. В Караганде презентовали выставку по случаю столетия трех метров изобразительного искусства. Павел Андреюк, Петр Антоненко и Саркис Санасян стояли у истоков создания Союза художников Караганды. По случаю знаковой даты в Карагандинском областном музее изобразительного искусства представили сто картины, произведений декоративно-прикладного искусства из фонда музея и частной коллекции дочери Павла Андреюка. Караганда 60-70-х годов, это отражено было в акварелях и гуашах Андреюка. Наконец, Саркис Манукович Санасян. Поскольку я связана со студентами творческой специальности, у нас часто были такие длительные в то время музейная практика у нас. И мы очень часто посещали мастерскую Саркиса Мануковича Санасяна. Представленная экспозиция нашла большой отклик у представителей творческой интеллигенции региона. В работах Павла Андреюка и Петра Антоненко главенствует реализм. У Саркиса Санасяна чувствуется тяготение к модернизму. Смотря на эти полотна, с трудом верится, что они создавались в эпоху, где доминировал соцреализм. Здесь много портретов героев труда и простых людей, городские и промышленные пейзажи, зеленые степи и роскошные дастарханы. А сейчас мы расскажем вам о событиях ближайших дней. 26 апреля в Театре имени Букеевой развернутся события постановки «Мукагали Нургиса». 26 апреля в концертном зале «Шалхыма» пройдет совместный концерт кларнетиста Артура Назиулина и Государственного струнного квартета имени Газизы Жубановой. 27 апреля в Театре имени Жан Турина состоится мелодрама «Измена». Субтитры создавал DimaTorzok